Сегодня еще один замечательный день в нашей жизни и в каждом таком дне с нами происходит всегда много-много очень замечательных ситуаций. И вот такая ситуация была сегодня со мной. Мне необходимо было оплатить квитанцию и я пришел в учреждение, где можно это сделать. Подошел, поднес квитанцию, штрих-код поднес. Хоп, не читается. Что делать? Поворачиваясь, консультанта нет. Я подхожу к заведующей отделения и говорю, почему у вас нет консультанта? Она на меня так начинает сурово говорить, что у нас есть, идите ищите. Я чувствую в себе такое состояние замешательства. Иду ищу консультанта, консультант через какое-то время появляется, мы с ней делаем все то же самое. Оплата не проходит, она мне говорит, идите к оператору. Занимаю очередь, отстаиваю ее, попадаю к оператору с этой квитанцией. Он делает то же самое, подносит штрих-код, у него не срабатывает. Он мне говорит, ну вот, знаете, у нас сейчас много таких квитанций, идите звоните, значит, туда, откуда вам эта квитанция пришла. Я возвращаюсь домой, беру телефон, звоню, начинаю возмущаться, почему такая квитанция. Вдруг девушка мне так спокойно говорит, так они же могли вручную ввести все вот эти вот циферки и, собственно говоря, оплатить квитанцию. Я говорю, ладно, хорошо. Какие еще варианты есть, она говорит, ну, если квитанция действительно не проходит, то вам надо приехать к нам. Тут у меня поднимается возмущение, я говорю, у меня нет времени, чтобы ехать к вам. И девушка так мне в ответ спокойно, так ровно говорит, вы должны оплатить эту квитанцию до первого числа такого-то месяца. И у меня вдруг что-то происходит такое внутри осознания, прям вот смех разбирается. Я говорю, девушка, спасибо вам за ваше терпение, скажите, какие еще есть варианты. И она мне говорит, можно зайти вот на такой-то сайт и сделать то-то, 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 то-то. И я такое чувствую внутри, как немножко сжалось на какой-то сайт, что-то осваивать, что-то нужно новое делать. Но все-таки я говорю спасибо, кладу трубку, захожу на сайт, все там читаю, делаю там пошагово все. Вот, ну и в итоге завершаю процесс, значит, и получаю новую квитанцию. И второй вариант, там можно прямо через сайт эту квитанцию оплатить. И вот когда вот этот вот весь процесс заканчивается, я вдруг слушаю себя, а внутри меня такое тихо-тихо, где-то очень-очень глубоко такое состояние радости, прям такое, вау, я сделал это. И я вспоминаю, что на самом деле мне вот такие вот ситуации, когда я их решаю, когда я иду в них, когда я осваиваю что-то новое, когда я получаю какие-то новые знания. Да мало того, что я эти знания получаю, я же теперь могу поделиться с другими, рассказать. Оказывается, как легко никуда не ходить, а просто вот решить вот оплату, как оплатить вот эту вот квитанцию. То есть, получение новых знаний, решение какой-то ситуации, которая мне преподносит жизнь, и возможность потом делиться новыми знаниями с другими. Вот это то, что дает мне ощущение внутри меня счастья. Что я хочу из этой ситуации донести? Первое, это то, что любая ситуация новая, которую мы не знаем, как решить, она в нас, вольно и невольно, создает состояние страха. Даже не страха, а предощущение страха. Знаете, когда вот рыцарь стоит перед камнем на развилке дорог и думает, направо, налево или куда идти, он не знает, что, где там, как произойдет, ему нужно вот сделать этот просто первый шаг. Вот так же здесь, перед любой ситуацией, независимо от того, где она происходит, в пути, в бытовых каких-то ситуациях, нужно сделать вот этот первый шаг. И выбор стоит за нами такой, либо мы делаем шаг в сторону того, я иду и решаю эту ситуацию, либо мы садимся и говорим, ой, нет, это сложно, я не буду делать, и сами себя загоняем в состояние такого недовольства, грусти, расстройства и несчастья. Поэтому помните о том, что когда перед вами возникает та или иная ситуация, это возможность испытать снова и снова состояние радости по окончании этой ситуации. Потому что вы идете и делаете, независимо от того, какой будет в конце результат, вы все равно что-то делаете. Вы прикладываете усилия, вы не сдаетесь страху, а идете в него, и сила страха переходит к вам. И второе, что я по поводу этой ситуации вдруг вспомнил, это первый шаг. Иногда задают вопросы, как начать осваивать вообще вот эту вот науку счастья, и как подружиться со счастьем. Вот первый шаг. Вот самый первый шаг как раз он состоит в том, что сядьте спокойно, расслабьтесь, погрузитесь в себя и задайте себе вопрос, а что в моей жизни лично для меня создает ощущение счастья? Напишите все, что вам начнет приходить из глубины, из вашей. Возможно, у вас получится два-три пункта, возможно, получится огромный список. Сам вот этот уже процесс погружения в себя и задавания себе вопроса, что, 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 пусть даже это какие-то внешние ситуации, а не какие-то наши глубинные практики. Вот само это вот упражнение, сам этот, вернее, процесс, да, задавания себе этого вопроса и прописывания того, что дает вам ощущение счастья, он для вас уже очень многое откроет. Для каждого будет свой, конечно, опыт. Но сделайте это и переживите вот все эти состояния, которые вам даст этот процесс узнавания счастья, встречи с счастьем, погружения в себя.